Небольшой зал детской школы искусств поселения Горки-Ленинские с трудом вмещает всех желающих. Многие родители наблюдают за процессом из дверей. Когда именно зародилась эта традиция, посвящение в первоклассники сейчас уже никто и не вспомнит. Одно ясно, было это очень давно. В этом году церемония несколько отличается от предыдущих лет. Нашей школе в этом году 55 лет. Ну, я училась достаточно давно, 23 года назад, и сколько я себя помню, мероприятия проводилась. Поскольку мы чтим традиции, мы решили не избавляться от этого и традиционно проводить это мероприятие. В этом году у нас не было приема на художественное отделение и на хореографическое. Поэтому у нас получился только музыкальный концерт. В 2019 году 22 ребенка поступили на музыкальное отделение школы искусств. Скоро они наверняка будут уверенно себя чувствовать за клавишами фортепиано или синтезатора, со скрипкой или баяном в руках. А пока демонстрация первых, пусть и небольших достижений. Несмотря на то, что большая часть учебного года уже позади, традиция организовывать посвящение в первоклассники именно сейчас имеет под собой практическую основу. Во-первых, это первый концерт. Они уже к сегодняшнему дню что-то научились делать на своих инструментах. Уже какую-то музыкальную грамоту прошли. Поэтому показать то, чему они научились, вот сейчас самое время. Поэтому мы делаем этот концерт в марте. В районе мы первые начали проводить. Мы называли его начали посвящение в первоклассники. Такое у нас было. А теперь это распространилось по всем школам нашего района, музыкальным я имею в виду. Тем временем мероприятие продолжается. Но не только свои практические навыки должны продемонстрировать юные музыканты, коллегам и родителям. Но и теоретическую подготовку. А вот тут пока получается не очень. В загадках на пяти линейках ноты дружно выстроились в ряд. Знает каждый ученик, получился... Всего в Горкинской школе искусств учатся более 150 учеников. Поскольку поселение Горки-Ленинский расположено, по сути, на границе двух муниципалитетов, немало детей приезжает сюда из городского округа Домодедово. Многие родители сами когда-то постигали музыкальную науку в этих стенах, а теперь привели сюда детей. Катя Мирная пошла по стопам мамы. У нее сегодня тоже первое выступление, а у мамы первые волнения. Я здесь училась, закончила в 2000 году музыкальную школу по классу фортепиано. Училась я у преподавателя Астафоров Елены Анатольевны. Сейчас моя дочка, у нее первый год учится. После того, как каждый новичок продемонстрировал свои умения, начинается официальная часть. Естественно, какое же посвящение в первоклассники без торжественной клятвы. Каждая строчка в ней весьма символично, начинается с названия семи нот. Торжественно обещаю, до, достойно продолжать славные традиции детской школы искусств поселка Горки Ленинские. Обещаю! Нота Р, решительно бороться и побеждать в трудности, которые встречаются на увлекательном пути к высотам музыкального мастерства. Обещаю! В заключение церемонии каждому из ребят вручили свидетельство юного музыканта. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.